Дорогие мои, всем привет! С вами Светлана Таурте и Академия практической парапсихологии Аэротрон. И сегодня у меня для вас наш астропрогноз на ноябрь месяц. Давайте посмотрим, что нас с вами ждет в ноябре, о чем будут нам говорить звезды, планеты. В общем, поехали! Мы с вами начинаем 1 ноября. Слушайте, ну это, конечно, не к астрологии имеет отношение, но хочется поздравить всех с наступившим Хэллоуином. Надеюсь, что вы не пропустили эту ночь и делали себе много прекрасного, волшебного, потому что Хэллоуин – это время исполнения желаний. И сегодня, 1 ноября, еще даже 2 ноября, еще работает орбис Хэллоуина, и мы можем себе еще чего-нибудь прекрасного пашамани. Тем более, все еще жизнь закончилась полнолунная фаза. 1 ноября Солнце с Юпитером сделает оппозицию друг к другу. Солнце у нас сейчас в Скорпионе, Юпитер, соответственно, в Тельце, и они встанут в оппозицию. Слушайте, ну, напряжение сложное такое, на самом деле, период для, например, каких-то денежных больших проектов, для бизнес-проектов, может обостриться конкуренция. Это такой период, когда сложно принимать важные решения. Может быть, лучше их обождать недельку, когда Солнце уже пройдет этот аспект, и потом уже начинать этим заниматься. Также хочется чего-нибудь глобального. Вы знаете, Солнце в оппозиции с Юпитером – это обычно спривет на какие-то такие большие поступки. Уже, знаете, купить так дорого, вложить так все. Не надо. Это оппозиция, это не тригон. Аккуратнее с этим. Если вы продумали, проанализировали и сделали, то, да, эта оппозиция может дать вам очень большой ресурс, но только в том случае, если вы 16 раз посчитали. Значит, 2 ноября Луна войдет в знак Рака. Луна войдет в знак Рака, и это значит, всем будет хотеться чего-нибудь семейного, домашнего. Будет хотеться спокойствия, чтобы никто не выносил мозг. Будет хотеться чем-нибудь вкусненького покушать, встретиться с детьми. На всех нас с вами нагрянет домашнее состояние. Такая сентиментальность, душевность. В общем, хорошо в этот период что-нибудь делать дома уборку, украшать дом, готовить побольше и повкуснее. Период, когда хорошо начинать какую-нибудь, допустим, какие-нибудь действия. Начинать копить деньги. То есть это вообще такой период накопления. Хорошо начинать продавать или покупать жилье, копить деньги. Вообще-то это такой период, когда хорошо делать заначки и накапливать. А ссориться плохо. Дальше. Значит, 3 ноября у нас Сатурн переходит в директную фазу. Он у нас был ретроградный, подтормаживал, а сейчас он переходит в директную фазу. И смело рвется вперед, нестись по рыбам. Вообще на смене планетарных фаз обычно происходит трансформационный момент. Вот Сатурн, когда меняет вот именно на этой смене, очень хорошо начинать какие-то практики, связанные со здоровьем, с диетой. Вот вообще такое с самоисцелением, начинать какие-то заниматься спортом. Сатурн – это у нас воля. Поэтому это прям вот любые практики, связанные с самодисциплиной и самоаскезой отлично. Вот. Хорошо начинает двигать бизнес. Бизнес мог до этого буксовать, стоять. Вот здесь прям можно так начинать раскачивать. Дальше. У нас с вами еще Марс соединится в соединении с Солнцем. Просто это очень динамический аспект, на котором нужно прямо не тормозить. Нужно нестись на большой скорости, хотеть, делать, начинать, активировать. Очень много энергии в этом аспекте. И да, он не так долго будет стоять. Хорошо его сейчас использовать, чтобы заложить хотя бы ритм. У нас происходит то, что четвертого числа она перейдет в знак льва. Четвертого перейдет в знак льва. Значит, что делаем? Наряжаемся, украшаемся, украшаемся, ходим в театры, в кино, тусимся. Знаете, такой хороший период для презентации чего-либо. Вот вы думали, когда мне начать, например, там себя позиционировать или свой бизнес раскручивать или рекламу делать. Вот это оно. Ну и опять же, это хороший период для того, чтобы делать что-то с волосами, с косметологией. Вперед! Стилиста можно пригласить. В общем, красота и величие во всех видах. Так, и на первой неделе у нас еще событие. Это 6 ноября. Луна перейдет в знак девы из льва. И это у нас, как обычный период, когда мы так вот думаем, блин, что я там творил, пока луна была во льве. Пришла луна в деве, говорит, ай-яй-яй, непорядок. Денежку по полочкам считаем. После 6 не едим, спим 8 часов, встаем вовремя, дисциплини, дисциплинка, все убираем. В общем, период рентабельности, расчета, заботы о себе, вообще период заботы. Так, идем дальше. Теперь у нас вторая неделя ноября. Вся вторая неделя ноября. Это оппозиция Солнца и Марса к Урану. А это значит, что это период очень высокой травматичности. Прям очень высокой. Будьте внимательны, осторожны. А перед тем, как лететь куда-нибудь на самолете, ну, я не знаю, там, сделайте хорарный гороскоп, гляньте, что там в хорарке. Или не знаете хорарку, умеете гадать на картах тарок, гаданите на картах тарок, ну, лучше проверить. Потому что небо будет неспокойным. Ну, не только небо, да, Уран это небо, а Марс это Земля. И поэтому это, да, поездки на машинах, в общем, вообще осторожно. Будет рвать на конфликты все, осторожно с электричеством, будет опереть на то, чтобы поменять жизнь и что-нибудь порвать, поломать. Не надо. Аспект закончится, потом будете об этом думать и принимать решение. Но зато очень круто. Знаете, вот для того, чтобы снять энергию такого негативного аспекта, что нужно делать? А все очень просто. Нужно эту энергию, да, чтобы она не бомбила нас по нашим жизненным обстоятельствам. Да, это же энергия. Нам нужно ее куда-то направить. Смотрите, вот как, я помню, меня когда-то впечатлило вулкан Этна, который регулярно там живой. Он начинает оживать и прет лавой. Она раньше уничтожала все деревни вокруг. Сделали, просто проложили, как это называется, такую дорогу, короче, для лавы. И лава, когда вулкан начнет плеваться, вот лава течет по этой дороге. Ок, вот нам нужно проложить дорогу. Поэтому в этот период занимаемся спортом, какая-нибудь нагрузка, там, не знаю, любая нагрузка. Спорт, ремонт дома, что-нибудь взять, кухню отремонтировать, не знаю, изменить что-нибудь. Эту энергию грузоните, потому что иначе конфликты неизбежны. Берегите здоровье, может быть какие-то неожиданные вспышки болезней, может быть хирургия. Но болезни, которые начинаются в этот период, они начинаются и очень быстро заканчиваются. Так, что у нас еще прекрасного с планетками? Ах, 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 8 ноября Венера войдет в весы. Это праздник, потому что пока Венера была в деле, она была ущербной. Где красота? Где вообще радость жизни? А когда Венера входит в весы, она входит в свою обитель, она обретает силу. Поэтому это прекрасный творческий период, хороший период для любви, для искусства, для всякого разного вида наслаждений. И, в общем, девушки, ваш период, потому что Венера нам покровительствует. Так, 8 числа Луна входит тоже в знак весов. У нас с вами Венера входит в знак весов, и Луна входит в знак весов, то есть я не оговорилась. И, ну что, хочется опять же чего-то приятного, прекрасного, красоты, нежности, любви. И мы становимся душевными, и хочется договариваться, и не хочется конфликтов. Ну вот и прекрасно, не надо никаких конфликтов. Купите лучше себе какой-нибудь красивый камушек, какую-нибудь приятную помадку. В общем, девчонки, наслаждайтесь, мальчишки, леди и джентльмены, хорошо, будем без панибратства. Приглядитесь к вашей второй половине, не так уж она и ужасна. Так, ладно, все, идем дальше. И что у нас дальше? 13 ноября Меркурий войдет в Стрельца. Да, и наше любопытство увеличится, хорошо учиться. Это такой период большой любознательности, когда все интересно. Когда хорошо путешествовать, когда хорошо изучать языки, вообще начинать учиться. Любая информация в этот период прям прет и хорошо, так сказать, заходит, что называется. Поэтому обязательно учимся. Учиться надо до конца жизни, вы в курсе, да? Отлично. 11 ноября Луна войдет в знак Скорпиона, и все сантименты и уси-пуси закончатся. И станет обидно, и начнешь точно подозревать, что вокруг тебя враги. Думаешь, так, этот на меня навел порчу, а этот мне завидует, а этот негодяй. Возможно, так оно и есть. Но пока Луна была в лесах, мы как-то про это не думали. Когда Луна вошла в Скорпиона, ох, мы точно про это думали. В общем, такой период сварливый, подозрительный. Ну, для тех, кто, например, практикует эзотерику, это прекрасный период, потому что это, конечно, самый сильный канал магии, магической силы, мистики. Поэтому занимаемся. Астрология – это, конечно же, это эзотерика. А что же это еще? Понятно, что астрологи скажут, ну, нет, это наука. Но спросите, у ученых наука это или нет? Они вам скажут, ну, вообще, лженаука все знают. На самом деле, это одна из самых истинных наук. Но так как это наука о пока неоткрытых человечеству процессах и явлениях, неоткрытых, в смысле, там, технических, да, вот, пока не могут это проверить и подтвердить на каких-то там аппаратах. Но это не значит, что этого нет. Поэтому забыла, что хотела сказать, отвлеклась. Так, про Луну в Скорпионе я говорила. Магией занимаемся, все, занимаемся астрологией в том числе. Так, ну, собственно говоря, и все про первую-вторую неделю ноября вам рассказала. И ждем вторую часть, где я вам расскажу про вторую половину ноября.